Ребята, доброе утро из Парижа. Сегодня я уже улетаю, но решила еще использовать этот день. Так, нам направо сюда. И хочу найти еще один блошиный рынок. Не знаю, получится или нет сегодня. Приехала на авеню Антуан-Волен на 8-й линии метро. И ищу сейчас булочную. Здесь такие интересные тоже как бутики. Слева сквер, а здесь всякие разноцветные кафешки, магазинчики. Сейчас здесь должна быть булочная. Вот, и мне кажется, я ее вижу. Я хочу попить кофе с круассаном. Я должна съесть один хотя бы настоящий французский круассан. Потому что до этого я еще держалась как могла. Немножко ограничила сейчас себя в булках. Но хочу сегодня это дело исправить. Вот она. Жалко, что солнца нет, тень. Честно говоря, даже не знаю, стоит ли мне в нее заходить. Вообще-то тень. У них внутри нет столов. Я смотрю, там девочка скучает. Столиков нету. Столы только на улице. Но как-то здесь тенек совсем. Решила все-таки другое какое-то найти место. Какой французик собачка гуляет. Где-то может солнце есть. Или хотя бы внутри. Потому что там даже ни одного столика внутри не было. Пока я нашла такой крытый рынок. Но он крытый. А Блашинка не знаю где. А может тут уже что-то начинается. Или это хендмейд? Какой-то наверняка старый рыночек. Как фонтан такой посередине красивый. Ну, конечно, французские сыры. 22 евро килограмм гуда. С трюфелем. 29,90. Французы прям берут сырик. Ручками, ручками, без перчаток. Открытый рынок дальше идет. И там какая-то барахолка. Но, честно говоря, желания на нее идти у меня нет. Я думала, будет больше какого-то винтажа. Но там что-то какое-то совсем. Как у нас на Генскалнском рынке в Риге. Конкретно. Так, подошла. На секундочку отметиться. Такие миниатюрные билетики на метро. Вообще, малышки. Потерять можно на раз и два. Стоит 2 евро 10 один проезд. Но выгоднее покупать большим количеством. Например, 10 билетов будет 19 евро. Чем больше, тем дешевле. Ребят, я все переиграла. Я приехала на метро в район Сан-Жермен еще раз. Мой любимый район. Вот. И вот в это кафе старинное. 1800 какого-то там, 30-го года оно открыто. Здесь есть завтраки. Я заказала круассан, заказала омлет и кофе. Я очень люблю это место. Здесь самое, конечно, классное, это сидеть на улице. Но сегодня очень холодно. К сожалению, 12 градусов на улице я не выдержу. Поэтому буду любоваться красотой внутри. Кофеек такой. В красивом чайничке. Водичка, конечно, кофе. Круассанчик такого зачетного размера. Просто супер. Когда я была здесь в прошлом году, я помню, что он был очень вкусный. Проверим, не изменилось ли ничего. Омлет шикарный. 16 евро стоит. Но здесь действительно большая порция. Здесь и ветчина, и сыр. Единственное, чего салата нет. Но так, в принципе, очень хорошая порция. Ну все, приятного аппетита. Наконец-то завтрак. Однозначно рекомендую это место. Просто супер. Что внутри, что на улице. Сейчас солнце выглянуло. Уже стало больше людей. В принципе, и на улице, наверное, можно посидеть. Но внутри была супер. Здесь такая церквушка. Красота. Я снова оказалась на Вандомской площади. Уже направляюсь в отель за чемоданом. Сегодня то солнце, то пасмурно. Вот утром было только что солнце. Опять как-то стало резко пасмурно. Мне кажется, в Париж надвигается какой-то циклон, дожди. Поэтому, может быть, хорошо, что я сегодня улетаю вечером. Еще раз посмотрела я на эту колонну на Вадомской площади со статуей Наполеона наверху. Прошлась немножко, посмотрела на бутики. На людей, которые в них заходят на очереди. Сейчас у меня такая появилась идея фикс, что я хочу съесть еще макарон. Один сладкий на десерт, видимо, вместо завтрака. Ой, вместо... после завтрака мне захотелось. Поэтому, возможно, сейчас найду какой-нибудь сладенький макарон. И, в принципе, все. В отель за чемоданами. Такой план. Париж-то прекрасен. Даже со всей стройкой. Со всем шумом, гамом. Уже хочу вернуться еще раз. Обратила внимание на этот дом. Видите вот эти головы? У них у всех разное выражение лица. Не знаю, видно ли так высоко или нет. Абсолютно разные у всех. Кстати, подошла поближе к этой колонне. Она вся рельефная. Очень красивая. Вообще, она посвящена победе Наполеона. А сама площадь была создана по замыслу Людовика XIV. Это одна из пяти королевских площадей в Париже. Он как-то хотел облагородить Париж. И по его запросу была сделана такая площадь, которая и сейчас является одной из самых знаменитых. У Сидрика Грале все происходит. Все происходит. Очередь стоит. Вот эти его знаменитые фрукты с неповторимым вкусом по 17 евро. Так, ребят, я, кажется, осталась без макарунов, потому что я уже в аэропорту. Я так закрутилась в центре Парижа, забегалась, что поняла, что я реально опаздываю. Побежала в отель на метро, потом полтора часа на автобусе до аэропорта и вот добралась. У меня, кстати, в прошлом году я покупала вот такую вот классную коробку печенья. Обалденно! У меня такая память осталась. В этом году уже не буду брать. Хотела макарунчик съесть. Ну, может быть, здесь где-то в кафе есть макарун. Чисто закрыть, галочку поставить. А так на этом, наверное, все. Красивые коробки по 15 евро. Да, моя тоже 15 евро. И вот это очень красиво. Это известная кондитерская Анжелина. Триумфальная арка. Эфелева башня. Супер. Что у нас здесь? Печенья разные тоже по 16 евро. Шоколадки тоже очень красивые. Так сверкают. Непонятно, сколько они стоят. Я нашла макаруны. И представляете, на них как раз акция. Три коробочки, получается, по цене двух. Одна стоит 4,90. Здесь 6 штучек. Ой, я себе возьму тогда. Может быть, в подарок еще заодно кому-то привезу. Посмотрю, получится. Три. Три упаковки. В каждой по 6. Здесь 18 штук за 9,80. Прекрасно. Все, я беру. Раз, два, три. Прекрасно. 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 Прекрасно.